Постепенно дагестанцы привыкают к новой реальности. Медики настоятельно советуют не выходить из дома без необходимости, чтобы не заболеть самому и не стать распространителем инфекции. Для многих офис, ресторан, кинотеатр и даже место прогулки находятся теперь в пределах собственного дома. О том, как провести это время с пользой и почему не нужно паниковать, Зумруд Гамидова. Никаких коллег и руководств варяда. Место рабочего ПК теперь личное. Впечатления, конечно, замечательные. Никуда не нужно спешить, никуда не нужно собираться. Фактически получается маленький отпуск. Минус здесь один. Из дома не рекомендуется выходить вообще. Как показал проведенный нами в соцсетях опрос, в основном, находясь дома, дагестанцы посвящают время семье, учебе и генеральной уборке. Ведь на дворе весна, а значит самое время помыть окна, сменить шторы и, возможно, даже сделать косметический ремонт. На карантин сидим дома, у меня появилась возможность наконец-то сделать свой ремонт. Я решила занять себя чем-то полезным. И все же многие в самоизоляции находят время, чтобы не только переделать все домашние дела, но и расслабиться, посвятить себя, наконец, какому-нибудь хобби. Так, например, стоматолог-блогер Али Байрамбеков, находясь дома, уделяет время своему увлечению стрельбе из лука. Конечно, руки чешутся, хочется пару зубов удалить. Очень соскучился по работе, как и все, я думаю. Максимум нужно выгоду извлекать из любой ситуации. Да, мы находимся много времени дома, и, скорее всего, это плюс, потому что ты много находишься с родственниками, с родителями, то есть обсуждаешь семейные темы, которые раньше не обсуждал. Копаешься в огороде, у кого частный дом, вообще кайф. Я считаю, выделяешь время для своего хобби. Хорошее настроение также создают вкусная еда, физические упражнения и любимые композиции. Так, исполнитель Нашидов Хадис Сабиев решил порадовать своих соседей мусульманскими песнопениями прямо с балкона собственной квартиры. Нашид содержит слова поминания Всевышнего, побуждающие благодеянию и терпению. Очевидцы сняли это выступление на видео и разместили в соцсетях. Хадис считает, что тех, кто сейчас сидит дома, это поддерживает. Кстати, сам Сабиев, помимо любимого дела, занят и тем, что позволяет поддерживать себя в форме. Когда мы уже поняли, что такое может быть, мы домой купили беговую дорогу, утром, вечером делаем пробежки. Нас спасет вера. Верьте в Аллах, уповайте на Него, помогайте друг другу, родственники. Звоните друг другу, у кого есть возможность, спросите, какая вам помощь нужна. Нам сейчас недостаточно определенного оптимизма. Карантин – время для саморазвития. Многие люди, находясь на самоизоляции, начинают совершенствовать свои навыки. Визажисты, к примеру, оттачивают мастерство владения кисточкой для макияжа. Режим о самоизоляции из-за коронавируса не избежали и спортсмены. Профессиональные борцы, гимнасты и прочие мастера силовых приемов вынуждены сидеть по домам. Однако не прекращают тренировок, периодически отчитываясь о них в Инстаграме. Чтобы за время карантина не потерять форму, мастер джиу-джитсу Марко Машадо призывает следовать их к примеру. Важно, вы тоже дома, и не тренировка надо, мозги надо работать, голова надо работать, не забывай, и миссии надо всегда. Что-то, Дивая, покажи, вы, надо. Миллион раз делай дома. Сейчас много времени, сделай миллион раз дома. Правильно, да? Да. Все. Даже если последний раз цветные карандаши выдержали на уроке рисования в школе, то попробуйте, хотя бы в терапевтических целях. Начать можно с раскрашивания. Занятие весьма медитативное и поможет отвлечься от тревожных мыслей. Безделье – одна из причин тревоги и депрессии, предупреждают психологи. В период самоизоляции врачи советуют вспомнить о забытых хобби и обучиться чему-то новому. Занять себя и своих близких какой-то полезной деятельностью. Сейчас в сети появляется много предложений о каких-то курсах, о курсах изучения языков, о курсах навыков рукоделия и тому подобное. Все-таки у изоляции нашлись очевидные плюсы. Время будто бы побежало чуть медленнее, некуда торопиться и есть возможность подумать, как и чем жить дальше. Когда все это наконец закончится.